Приветствую вас! Вы знаете, ну, на самом деле, вы говорите, что пытаетесь справиться с последствиями, да, того, что люди вам сделали что-то плохое. Если вы пытаетесь справиться с последствиями, то, соответственно, ну, в первую очередь, да, по отношению к вам могу сказать, что есть причина, по которой люди делают вам что-то плохое. И я полагаю, что нужно определить, почему они делают вам что-то плохое. То есть, с чем это связано? Может быть, вы жертва, то есть, ведете себя как, и, ну, именно, как жертва. Вот. Если так, то тут нужно обязательно разбираться, менять модель поведения, корректировать ее. Вот. И, соответственно, тогда уже можно будет что-то говорить, да, тогда уже можно будет вам давать какие-то рекомендации. Вот. Значит, это первое. Второе. Ну, проблема заключается в том, что если человек делает кому-то что-то плохое, то он делает это явно не от хорошей жизни, на самом деле. И это означает, что, как бы, у него, в его жизни происходит что-то плохое, что-то нехорошее, что-то негативное. Вообще, людей, которые делают что-то плохое, да, называют с дефицитом, да, то есть, человек с дефицитом. Вот. И вот, я полагаю, что дефицит, он играет роль, он, как бы, действует и в ту, и в другую сторону. То есть, дефицит действует на вас, все это, ну, по отношению к вам, как-то негативно проявляется, да, в виде, ну, в виде того, что вам вред наносится. Вот. Но дефицит проявляется еще и по отношению к самому человеку. В том плане, что внутренний конфликт, который привел его к дефициту, он ведь влияет и на него самого. Вот. И, собственно говоря, поэтому может возникать такая история, такая ситуация, когда, значит, вот, человек, ну, человек заболевает. Да. Потому что дефицит, который у него имеется, он влияет в первую очередь на него. И тот вред, который люди оказывают вам, они, ну, как бы, он помогает. помогает избавиться, помогает справиться с проблемой, но ненадолго, ненадолго. Потому что потом, да, потом, это рано или поздно бьет по, ну, по самому человеку. Вот. И от этого, к сожалению, никуда не деться. Это одно из объяснений, почему люди реагируют вот так. Второе объяснение более, более такое, ненаучное, более элитерическое. Но, хотя, на мой взгляд, и вполне себе вероятно, вы, может быть, влияете на биополе людей. Вот. Сами того не желая. То есть, те эмоции, которые вы чувствуете, вы их направляете на биополе другого человека. Вот. То есть, этот навык воздействия на биополе у вас есть. Именно навык. Вот. Но вы им, значит, пользуетесь, скажем так, избирательно. Да? То есть, ну, вы не можете пользоваться им свободно. Вот. И из-за этого, из-за этого это и происходит. Вот. У вас есть способность к воздействию на биополе человеческое. Вот. Способность, это способность, это есть. Ну, может быть, она есть, я, конечно, не знаю. Вот. И если она есть, то ее нужно идентифицировать со специалистом в этой области и научиться контролировать, чтобы люди не страдали. Да? То есть, ну, не будете же вы вредить всем, кто нанес вред вам. Правильно? Потому что никто абсолютно не думает, что он наносит именно вред. Как правило, люди всегда думают, что они вершат справедливость, что они вершат правосудие, что они делают это из, не знаю, любви к, ну, любви к людям, к себе, там, к окружающим и так далее. Вот. Вот так, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. А если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, если сделаете лучшим мой ответ. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...